Слушай, я хотел поговорить про Кипр, два слова, потому что развивается вся эта тема, они все еще никак, парламент не может принять у них вот это ограничение, но теперь как будто бы уже до 15 и выше процентов для больших вкладов, то есть одну шестую, отнимут одну шестую практически больших вкладов, а маленьких ничего, чтобы самих киприотов как бы пожалеть граждан Кипра. Но с маленькими вкладами, основная масса. Но я хочу узнать вот что, мы просто прозаложили судьбу на Кипр, у нас Кипр, как ты знаешь, главный иностранный инвестор, то есть это означает, что у нас вся русская экономика выведена материнские компании на Кипр. Ну, я понимаю, что есть не только материнские компании на Кипре, у нас есть и Люксембург, у нас есть и Нидерланды, например, Яндекс, голландская же компания, да? Яндекс, по-моему, голландская компания. Да, если я не ошибаюсь, пятерочка вот X5 Retail Group тоже, по-моему, голландская или Люксембургская компания. Значит, но все-таки, короче говоря, есть исключения. Настя, можно ты будешь? Есть исключения, Настя, есть исключения. Есть некоторые русские компании, которые на самом деле голландские, люксембургские, английские, швейцарские. Но все-таки основная масса русских компаний киприотские. Основная масса. Поскольку бизнес и на любом уровне, даже приближенном к правительству, и властный бизнес, не рискует находиться в России. В России находятся страшно для бизнеса. Да, постритер говорит, что это потому, что борьба с коррупцией. Нет, это потому, что в России страшно находиться. Поэтому основная часть русского бизнеса это киприотские. Но меня смущает другое. Почему мы в очередной раз, в очередной раз, спутываемся со странными, позорными друзьями? Вот объяснимо. А кого вы друзьями называете в данном случае? Россия. Да, киприотов, да. Россия прозаложилась на Кипр по полной программе. Россия с Кипром просто в неразрывной связи. Понимаешь? И мы опять оказались в друзьях с позорными друзьями. Россия систематически выбирает себе самых позорных друзей. Систематически. Понимаешь? Ну мы же не такие. Ну мы же хорошие, как будто. Ну как бы. Понимаешь? Мы хорошие. Все наши друзья позорные. Почему? Я спрашиваю. Позор еще не наступил. Как таковой. Позор уже наступил. Позор уже наступил. Это страна в крахе. В крахе. Крах страны. Это наши позорные друзья. А любой офшор позорный друг или нет? Они наименьший офшор. Они, будучи офшором, брали проценты какие-то с прибыли. Ты знаешь об этом, да? Нет. Да, они брали налог. У них был налог. Интересно. Нет. Любой офшор позор, с которым спутались мы. Как только мы спутались, надо знать. Мы спутались с самыми подозрительными знакомыми. Как страна лимония. К чему не прикоснешься, все гниет. 7-8-8-1-7-0. Я не понимаю этого. Алло, здравствуйте. Объясните мне, пожалуйста. Здравствуйте, Сергей. Я как раз работаю в этом бизнесе. Да. Значит, что самое главное произошло? Самое главное произошло, что ведущие банки Кипра оказались в очень сложном положении после греческого дефолта. Да. И дело в том, что единственные банки, которые открывают с удовольствием счета для россиян, это оказались кипрские банки. Потому что все остальные европейские банки очень тщательно подходят к выбору клиента. Да. И зачастую наши люди не могут объяснить им, откуда у них такие деньги. Позвольте вопрос о латышские банки. Ну, Прибалтик очень сильно нажали Соединенные Штаты в одно время, и они отказались от русских клиентов. Сейчас опять это поднимается. Но они очень сильно сотрудничают с соответствующими органами, и наши побаиваются о раскрепии информации. Таким образом, киприоты самые неразборчивые, и поэтому самые прорусские. Да, именно поэтому там скопились огромные капиталы. В том числе сейчас волнуют очень текущие счета. Уже неделю не работают банки, зависли контракты, зависло все. То есть сейчас ожидается, что как только банки откроются, расчетные счета будут переводиться в другие юрисдикции. Тут даже не о вкладах идет речь. Не о вкладах, даже просто обслуживать текущие операции очень сложно. Да, 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 потому что очень много именно офшорных компаний, даже не кипрских, имеют счета на Кипре. В том числе нидерландские все компании всегда имеют за собой кипрский хвостик. Потому что из Нидерландов так просто дивиденды не выведешь без налога. Нужен обязательно или Кипр, или Мальту ставить. Все понял, спасибо вам огромное. Спасибо, какая компетентность потрясающая. То есть русские компании, которые зарегистрированы в Нидерландах, не могут просто так вывести деньги, ну, обмануть Нидерланды. Они уже обманули Россию, им надо еще обмануть Нидерланды. И для того, чтобы сделать, последовательно обмануть и Россию, и Нидерланды, приходится держать кипрский хвостик. Понимаешь, какая милая система? Либо ставить Мальту. Вот, пожалуйста, видишь, как интересно. Поскольку наши бизнесмены предпочитают обманывать последовательно правительство разных стран, то, при том это узаконенная деятельность, еще раз повторяю, в России офшорная экономика, в России вообще как таковая экономика вся офшорная. И это не просто узаконено, а ведущие предприятия России, ведущие предприятия России, которые получали от правительства в 2008 году помощь, например, они в основном офшорные, в основном офшорные. То есть это не русские предприятия. Нерусские русские предприятия в 2008 году получали в списке из 500 основных предприятий помощь от правительства. И они не были русскими, они офшорные. Понятно, да? Вот, кстати, говорит, что в фейсбуке Никиту Кричевского... Я Кричевского открыла, потому что он нас поздравлял. Кричевский копал, копал хорошо в этой сфере. Кричевский писал об этом несколько статей, и можно обратиться к Кричевскому, да. Слушайте, я вижу, как много звонков к Кипру, вернемся через минуту. Подъем. 7-8-8-10-7-0, наши поганые друзья. У нас вечно друзья самые сомнительные, самые хмыреватые, самые неразборчивые. Мы вечно лезем в какое-нибудь дерьмище. В очередное дерьмище это Кипр. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. По Кипру, да, разговор? Да, да, по Кипру, да. Да, у меня жена работает фирмами одной, по бухгалтеру, по озеленению. Ну, их там несколько десяток фирм, а головная офис, и... То есть кипрский. И уже сказали, что договора будут пересматривать. Смотрите, то есть озеленение, это в Москве производится, да, озеленение? В смысле, вот когда траву сажают? Пар Горького, Сколково, такие, серьезные вещи. Пар Горького, Сколково, головная организация Кипр, киприоты. Все понятно, спасибо. Уже будут пересматривать договоры. 7-8-8-7-0, поскольку мы принадлежим Кипру. Вы знаете, Россия принадлежит Кипру, формально, формально. И Кипр вляпался в дерьмище, а мы вляпались в Кипр. Ну, это обычно с нами водить знакомство с всякими позорными друзьями. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Да, доброе утро. Здравствуйте. Сергей, я хотел сказать пару вещей. Во-первых, относительно ситуации с Кипром, она развивалась на протяжении многих лет постепенно. Да. Сейчас это уже такая последняя стадия, вне зависимости от того, что произойдет с парламентом, примут они налог вообще, да, и в каком размере, или не примут. Я думаю, что судьба Кипра уже очевидна, с точки зрения, как бы, ячейки для хранения, для, там, там, трансферных денег, или каких-то... А можно вопрос, вот вы разбираетесь, скажите, вот после того, как эта ячейка рухнет, куда, в какое новое подозрительное, вонючее, сомнительное и в высшей степени неправильное знакомство ринется русский бизнес? Ну, русский бизнес продвинутый, знаете, здесь зависит от того, какие задачи решаются, потому что, там, Кипр же, это не только банковская ячейка, это же еще легальная история, которая позволяет через английское право прикрывать права акционеров, ну, так сказать, решает многие вопросы, которые в российском законодательстве решить невозможно. Поэтому, с этой точки зрения, возможно, Кипра останется такой, такой историей, потому что, там, сняты вопросы двойного налогообложения, да, там, дивидендной политики. А с точки зрения банковской ячейки, ну, вы же, как компания, любая, в принципе, компания, можете открыть счет в любой точке мира. Там возникнут некоторые проблемы, конечно, да, но, там, многие фонды, фердж-фонды, правитэквичи, там, ингредиенты на Кайманов, да, но там сложные структуры, да, на самом деле. Потому что, да, зависит от того, куда должны уйти материнские деньги, там, в Штаты или, там, еще в какую-то страну, там, сказать, поэтому прячутся в разные страны. Но, в целом, я думаю, что офшорная система никуда не денется, она просто, так сказать, перемещается по миру, так, вот, медленно и плавно. Потихонечку, да, 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 да. Европа старается с этим бороться, потому что старается спасти судьбу Евро и, собственно говоря, Европейского Союза, вот, но это там другая история. Расскажите, из ваших слов, из ваших слов, похоже, что рассчитывать, что Кипр рухнет, и деньги тогда, и фирмы тогда, и все тогда вернутся в Россию, не приходится. То есть, в Россию точно не придут, в Россию точно русские не придут. Русские уйдут дальше. С Кипра уйдут дальше. Нет, нет, русские так или иначе, они просто через Кипр приходят в Россию. Вы же понимаете, что Кипр... Я это понимаю. ...это просто защита капитала, да, и... Но сейчас, когда Кипр рухнет, русские не уйдут ставить материнские компании в Россию, они уйдут дальше. Они уйдут дальше. Нет, ну просто мы бы все материнские компании находились бы в России с удовольствием, если было бы все нормально с судебной системой защиты прав акционеров. Но, к сожалению, эти вопросы здесь никаким образом не решены, и в ближайшие годы решены не будут. Я вам можно, скажу, добавлю, в ближайшие столетия? Ну, может быть, в ближайшие столетия. Не может быть, а точно, я вам говорю, я утверждаю это. Здесь не будут решены проблемы защиты частной собственности, акционерного капитала, судебной власти в ближайшие несколько столетий. Ну, да, возможно, возможно. Точно, точно. Да, значит, придется ковылять куда-то дальше. Слушайте, а вот сегодня ведомости в редакционной статье выдают потрясающую историю. Ведомости в редакционной статье говорят, что ради 10 миллиардов евро Германия и другие страны Евросоюза рушат репутацию Кипра. Ну, нет, это, конечно же, не ради 10 миллиардов. То есть, понятно, что капитал, так сказать, отток капитала из банков, вне зависимости от того, какое решение будет принято, будет колоссально из Кипра вообще, в принципе. Но там же и британские деньги, там не только наши. Там наших денег, российских денег на депозитах, ну, я думаю, там процентов, ну, сложно сказать, там 30, может быть. Смотрите, есть статья сегодня в ведомостях. Я вам быстро перескажу тезисы, а вы прокомментируйте, пожалуйста, насколько это вероятно. Ведомости говорят, немцы уже говорили, что Кипр, и это говорилось публично, с трибун, что Кипр превратился в грязную прачечную русских олигархов. Немцы это говорили. Значит, репутационный удар по Евросоюзу, по банковской системе Европы страшный. Тем не менее, ради 10 миллиардов евро этот удар наносится. И сегодняшние ведомости предполагают, что это невозможно делать ради 10 миллиардов евро. Сумма по сравнению с испанскими, греческими делами незначительная. Таким образом, полагают, что Германия наносит удар по каким-то крупным держателям денег на Кипре. И даже больше по физическим лицам, которых знают немцы, и которых они хотят обуть. Этот страшный удар наносится по каким-то русским деньгам. Ну, послушайте, я не знаю, у меня нет каких-то там специальных... Сегодня прочитайте ведомости, прочитайте ведомости с увеличительным стеклом. Прочитайте ведомости о редакционную статью, ладно, договорились? Это серьезная тема. Значит, ведомости говорят, сопоставьте вещи. Ведомости говорят, сопоставьте вещи. Да. Ведомости говорят следующее. Кипр просит 10 ярдов. Это маленькие деньги на фоне всего, что происходит в Европе. Маленькие деньги. Тем не менее, Европа говорит, за это урежь шестую часть крупных депозитов. Понятно, да? Да. Значит, за это, за 10 миллиардов. Поскольку, поскольку, действительно, удар наносится страшный, политический удар страшный по Кипру и по Европе, должно быть обоснование. 10 миллиардов это не обоснование. И тогда ведомости говорят, вероятно, мы не знаем всего. Вероятно, удар наносится по кому-то конкретному, у кого деньги на Кипре. Так, так, что ради сладости этого удара, ради сладости мести, ради сладости вот этого вот удара, ставится в рискованное положение вся банковская система Европы. Кому-то надо так хорошо, а кого-то надо так хорошо отоварить, что идут на огромный риск. Кого? Вот того, кого я подумала? Вот не знаю. Я не знаю, кого. Но немцы сказали две вещи. Немцы сказали две вещи. Первая. Кипр грязная прачечная русских олигархов. Первая фраза. Вторая. Вторая. Непроизнесенная фраза, но контекстуально понятная. Несмотря на огромный риск репутационных издержек европейской банковской системы, мы нанесем страшный удар по банковской системе Кипра, потому что там чьи-то деньги. Может это быть? Ну, реакция наших высших лиц вчерашних, да? Может это быть или нет? Это просто отъем денег какой-то бесчестный и так далее. Может это быть? Я думаю, что это так и есть. Сегодняшние ведомости почитайте с микроскопом. 9.22. Погнали дальше. Подъем. Кипр еще и крупнейший инвестор Донецкой области Украины. Весь Донбасс, вся группа Януковича и Ахметова держит там как будто бы деньги, как публикуют это, я читаю, Донбасс.уа. Ради того, чтобы получить и так далее, и так далее. То есть Кипр крупнейший инвестор Донецкой области и там деньги донецких, там деньги Ахметова Януковича. Группы, я говорю группы, вероятно, вероятно, я сужу по прессе. Так что удар будет нанесен колоссальный по нынешней правящей элите Украины, которая держит деньги на Кипре. Там была вот эта группа, Донбасская группа промышленная, она покупала коксующийся уголь у киприотов, ты знаешь? Это очень смешно, это очень смешно. Зачем? А с этого не хватает? Нет, 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 это и был свой. Это и был свой. Это и был свой. Они производили на одном заводе коксующийся уголь, потом его как будто бы, но это принадлежало Кипру, и потом они его с Кипра покупали как будто бы, но Кипр говорил, что отгрузить из Донбасса, ну не важно. То есть это, там вся экономика, там вся, значит, если в России бордель, экономика борделя, то в Донецкой области это все в Кубе, в Кубе их в квадрате, понятно, да, то есть ужас и кошмар, нет, ужас и кошмар российской экономики, абсолютно антироссийской по существу, он в Кубе, все это на Украине, все это квинтэссенция, Россия это Украина всегда, потому что Украина, это всегда эксцессив, это чрезмерность, чрезмерность во всем. Как хорошо, что где-то есть еще хуже. Да, есть еще хуже, это Украина, да, совершенно верно, а всех хуже, это Кипр, который, наконец, лопнул, понимаешь, в чем дело. Слушай, мне какая-то потрясающая перспектива наша жить в Ебриксе, ты хочешь жить в Ебриксе? Ну, как-то так, непривычно, конечно. Ебрикс? Ебрикс. Ебрикс, конечно. Президент Египта, Мухаммед Мурси, заинтересован в том, чтобы Египет присоединился к Бриксу и трансформировался в Ебрикс, сообщает индийская газета The Hindu. Мурси сейчас находится в Египте, простите, в Индии с официальным визитом. Я надеюсь, дали цитату, я надеюсь, что однажды Брикс превратится в Ебрикс, где Е будет означать Египет, заявил Мурси. Это может произойти, по его предположению, когда экономика его страны начнет качественно развиваться. Он заявил о стремлении к истинному сотрудничеству с Индией. Ну вот, ему нужно укреплять молодую демократию. Мы уже Ебрикс, мне кажется. Мы уже Ебрикс, мне кажется. До какой-то степени, мне кажется, что это очень правильное стремление, во-первых, но просто по-настоящему правильно. По вектору, конечно. По вектору очень правильно. Брикс превратится в Ебрикс, понимаете? Мы будем жить в очень правильном месте. Если Россия из него выйдет. Мы будем жить в правильном месте, товарищи. Да, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Сергей. Алло. Да, да, слушаю вас. А по Кипру еще говорим? Да, конечно, говорим по Кипру, но прикиньте, что мы уже будем Ебриксом. Вам как это? Ну, не очень, честно говоря. Меня Анатолий зовут. Знаете, на Кипре я в свое время там имел кое-что. Да. Но продал еще достаточно давно все это. Значит, тезис о том, что эти 10 миллиардов ничего не значат, в общем-то, я поддерживаю. Но то, что это направлено на каких-то конкретных лиц, это весьма сомнительно. Задача здесь, по-моему, значительно глобальная. Потому что удар, действительно, очень серьезный. И даже вот, поскольку знаю ситуацию, там люди сейчас... Недвижимость страшно упадет в цене. Страшно. Значит, люди, которые там живут, а их достаточно много. Да. Очень проблемы, я имею в виду, русских. Да. Вот на нашем офшорном... Ну, можно, Анатолий, Анатолий, вопрос. Анатолий, если... Да. Ведь это не последние у всех деньги. Они... И как упадет в цене? Вот смотрите. Будет кризис, никто не будет покупать недвижимость. Недвижимость... Уже давно не покупают. Они ее просто передержат. Просто передержат. Ну, через 10 лет, через 20 лет. Ну, да, лет 5-10, да, да. Ну, не у всех такая... Смотрите, недвижимость в Токио упала в начале 90-х. То есть 20 с лишним лет назад. С тех пор она не растет. 20 лет. Но кто-то стоит и ждет 20 лет. Вот наши, кто купил на Кипре, 20-30 лет подождут, а потом скинут. Ну, 20-30 лет, известно, можно и не дождаться. Ну, можно и не дождаться. Да. Ну, дети дождусь. Но недвижимость, это, конечно, там полбеды. Значит, я так думаю, что сейчас народ действительно побежит очень серьезно с Кипра, имеется в компанию. И, возможно, вот это одна из задач перекроить рынок. Как перекроить? То есть какая задача? Задача, которую решают немцы или которую решаем мы? Это задача, которую решает Европа. Вряд ли. Европа. Так себя сильно бить по обу, это, ну, можно и убить. Это вряд ли мы делаем. С другой стороны, наши должны были бы радоваться, потому что бегущие от налогообложения русского люди, значит, получили хороший урок. Наши должны были бы радоваться. Ну, здесь мы урок еще посильнее можем получить, чем на Кипре. Это правда. Это правда. Это правда. Это правда. Здесь, если чай пьешь в неположенном месте, тебя в карцер. Здесь хуже Кипра, говорит Анатолий, который вел дела на Кипре. Он говорит, тут дела хуже, чем на Кипре. Хотя на Кипре все ужасно. Ну, вот. Урок все равно больше здесь. Ладно, еще один. 7-8-8-7-0. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Здравствуйте. Меня Евгений зовут. Я просто хотел поправить, на самом деле, то, что касается Токио. Да. Просто у них там из морского климата только дома могут стоять лет по 30. После этого они подсносятся. Ну, вы знаете, что кризис жилищный произошел, пузырь рухнул в Токио жилищный. Да, да, да. В начале 90-х. То есть у них жилье дешевее. То есть в зависимости от того, чем дольше вы в нем живете, тем оно дешевле стоит. Нет, ну, в принципе, рынок не восстановился 20 с лишним лет. 20 с лишним. Поэтому те, кто залетел на Кипре, могут 20-30 лет подождать. Также подождут и те, кто залетел на Испании. 20-30 лет, и все начнет расти. Все нормально. Ребята, ждите. Ребята, все, кто купил на волне, наверху, подождете 30 лет и снова начнет расти. 9-30, поехали. Подъем. Если вы уже говорите о бизнесе, я хотел сказать, что Бастрыкин сегодня подробно, вы знаете, что он вслед за Маркин. Владимир Маркин выступил недавно в российской газете, теперь Бастрыкин выступил в российской газете. Они время от времени в «Известиях» или в российской газете выступают и проталкивают какие-то важные, с точки зрения, инициативы. Ну, например, сейчас Александр Бастрыкин проталкивает инициативу возбуждения уголовных дел против юридических лиц. То есть юридические лица будут уголовно ответственны, будут отвечать по уголовным наказаниям, и наказанием для юридического лица будет его конечным наказанием. Ну, самое суровое наказание. Высшая мера – это ликвидация. Высшая мера – ликвидация. Понимаете, Бастрыкин, судимости, уголовные судимости. Да, то есть вы будете знать, например, они возбудут какой-нибудь уважаемый, может быть, большой мультинациональный... Да-да-да-да. Слышишь, они возбудут какое-нибудь уголовное дело против какой-нибудь уважаемой мультинациональной компании, корпорации Бастрыкин, и даст ей судимость, потом она рецидивисткой станет. Вы будете приходить на встречи, а к вам-то ватнички. Ваднички, ваднички, да, по строгому, по строгому, конечно, 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 ну вот, поэтому слушай меня, еще очень смешная вещь, которую сказал Бастрыкин, так, чтобы нам было весело в эти долгие зимние вечера, вы можете похохатывать время от времени, катаясь по полу, он сказал, что бизнес бежит из России, бизнес, и деньги бегут из России, потому что здесь идет непримиримая борьба с коррупцией. Внимание, еще раз, Александр Бастрыкин, простите, Александр Бастрыкин заявил сегодня в российской газете, специально, чтобы вас, ну, каким-то образом развеселить, что бизнес бежит из России потому, что здесь ведется непримиримая борьба с коррупцией. Он уходит в Европу ввиду того, что Европа позволяет грязным людям жить в грязи, а Россия не позволяет грязным людям жить в грязи, понимаете? Свиньи идут туда, куда грязно, а именно в Европу, в Америку и так далее. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вас зовут, простите? Меня зовут Алексей. Алексей, бизнес убегает из России потому, что бизнес именно нечистоплотный, он ищет грязь, а грязь, она вне России, в России нет, борьба идет с коррупцией, понимаете? Неверный тезис. Неверный тезис. Тезис убегает из России потому, что в России грязь, коррупция, отсутствие справедливого правосудия, отсутствие нормальных работающих правоохранительных органов, которых на 5-6 раз больше, чем в той же самой Америке, в России. Нет, ровно в 3. Нет, посмотрите, я смотрел. Значит, ровно в 5. Значит, сейчас расскажу. Ну, по-моему, грубо говоря, в 4 раза меньше в Америке на душу населения. Но, помимо всего прочего, у нас же такая разветвленная система СССР, СССР, прокуратура, следственного комитета. Я припоминаю, я припоминаю, в 4... Многократно больше аналогичных кустам. Примерно в 4,5 раза, да, вы были правы, простите меня за замечание и придирку. Примерно в 4,5 раза строго по полиции. Примерно в 5 раз. У нас полиции в 5 раз больше на душу населения, чем в США. Верно, верно. Но вы знаете, что... Робят они весь этот бизнес, плюс еще весь административный пресс на муниципальном уровне, на региональном уровне. Это что-то душное сейчас стало. Уходят все. Уходят все. Уходят все. Уходят все. Выключаются все за собой. Тем временем у нас уголовная ответственность для юрлиц предлагается. 788-107-0. Уголовная ответственность для юридических лиц. Это первый тезис Бастрыкина. И второй. Бизнес бежит из России, деньги бегут из России. Ввиду того, что здесь ведется борьба с коррупцией, а грязная свинья ищет грязную лужу. Вот почему люди уходят на Запад. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Да, Сергей, прошу вас. Я считаю, что Бастрыкин прав, он апостол после борьбы с коррупцией. Ну вот видите. Развейте, пожалуйста, эту мысль, потому что слишком кратко. Это похоже на волну. Можно создать отдельную структуру по выводу денег. Значит, я руководителям маркетингов. Это вы видите финансовую полицию или что-то? Да, да, да. Спасибо, спасибо. Но все-таки вы не развили эту мысль. Мне кажется, столь лестную для Бастрыкина мысль надо было бы каким-то образом развить. Таким образом, чтобы он по-настоящему заулыбался, как кот на батарее. Алло, здравствуйте, прошу вас. Да, Сергей, здравствуйте, Александр. А может быть, это говорится по фрейду? Ведь он в свое время Бастрыкин вел бизнес в Чехии. Там в связи с этим... Да, нет. Ничтожно. Давайте так считать, ну честно. Бизнес в Чехии это микроскопическая квартирка. Ну, давайте. Но это не бизнес в Чехии. Тем не менее. Ну, нет, ну это несчастная какая-то квартирка, которую вы могли проездом как-то купить, там, на оставшиеся от отпуска деньги. Ну, это совсем... Нет, ну это несерьезно. Нет, он именно сказал два тезиса. Пожалуйста, прокомментируйте оба. Первый. Создание... Первое. Создание системы, при которой бизнес будет уголовно преследоваться, юрлиться будут уголовно ответственны. Первое. И второе. И второе. Бизнес убегает из России ввиду того, что здесь чисто, здесь борются с коррупцией. Они ищут грязь и уходят на Запад. Если честно, по-второму, бизнес уходит только в офшоры. Он поэтому и говорит, что и это показывает то, что это преступные деньги. Если бы они были настоящими хорошими деньгами, они бы шли туда, где выгнали и миксировать. Это оттеняет, да, что здесь... Да, пришлось бы делиться с властью. Да, да, пришлось бы делиться с властью, поэтому уходят в офшоры. А-а-а. То есть чистота, это когда делишься с... Ну, конечно, с налогом, с ворованных денег и так, да? Это понятно. Да, и первый тезис. Уголовное преследование юридических лиц. Ну, я тут не прикомментирую. Пусть кто-то другой вопрос. Труднее вам, да? Спасибо вам. Мы сейчас тотчас вас поддержим. Пожалуйста, прокомментируйте, пожалуйста. Уголовное преследование юридических лиц. Вот, на необходимости уголовного преследования юридических лиц настаивает Александр Пастрыкин. Алло, здравствуйте. Сегодняшняя Российская газета, да? Прошу вас. Здравствуйте, Евгений. Да, Евгений. Ну, насчет юридических лиц, ну, это же масштабнее, нежели там Сердюкова какого-то одного человека физического преследовать. Тут масштаб можно, целое юридическое лицо, тут Газпром можно осудить и так далее. Газпром. Это масштабы, во-первых. А насчет того, что бизнес утекает... А Газпром, как бы, сукин сын такой. Он ему даст, например, условно. Четыре года условно. Да, ну что... Газпром был сукин сын. А Газпром засудить, допустим, сделать из него криминального авторитета, из Газпрома. Это жесть, это классно. Скажите, правда, классно. Классно. А насчет того, что убегает... Или какую-нибудь Кока-Колу, прикиньте. Борьба с коррупцией, да? Да. Так это же намек на то, что, ребята, если мы-то и дальше так начнем бороться с коррупцией, весь бизнес бежит. Так что надо прекращать бороться с коррупцией. А, прекращайте, вот как интересно. Надо прекращать бороться с коррупцией. Тогда деньги будут оставаться в стране. Тогда и деньги останутся в стране. Они же ворованные, если их уводят, то что они ворованные. Ну, видишь, как это прекрасно. Нет, востокие потрясающие. Все, вот это мы закончили тему оффшоров. Хотел еще освежить вам мозг тем, что сегодняшние независки... Чуть-чуть меняю тему. Ребят, мы не можем. Все, 48 минут. Я вам просто информашку дам перед тем, как звонить на биржу. Потрясающая информация. Потрясающая. Не звоните пока, пожалуйста, две минуты. Смотрите. Москва уступает Пекину в темпах освоения Северного морского пути. Китай провел разведку. Китай провел разведку. Такие были у них рекогнистировочные рейды через Северный Ледовитый океан. Они, значит, из Шанхая в Гамбург. Предварительно. Ну, такой, ну, средний маршрут. Шанхай-Гамбург. Ну, то есть в Африку не огибать. Шанх... Не к египтянам в Ебрикс. В Ебрикс не заезжать. Вообще не заезжая в Ебрикс. Только сразу к Эмерика. И Китай, и Европа. Сразу. Они опробовали Северный морской путь. И они в этом году начинают коммерческую эксплуатацию русского Северного Ледовитого океана, Северного морского пути, с китайскими ледоколами. От русских покупают только то, что мы сумели навязать на условиях рэкета. А именно, а именно лоцманское сопровождение. Все. То есть наш будет там болтаться, типа проводник какой-то. Ну, да. Значит, они будут гнать с вами. Китайцы гонят свои собственные сухогрузы и свои собственные ледоколы по Северному морскому пути. Все. Мы свободны. Все службы спасибо, все свободны. А мы там проторенные дорожки. А мы там сделаем что? Я думаю, что там... А что будем возить? Мы там ничего возить не будем. От нас вообще ничего не требуется. От нас требуется... Нам будут давать дань, какую-то дань, чаевые. Нам будут давать... Так же что-то придумать. Китай производит. Европа тоже производит. Смыслы там какие-то, изобретения, понятно, да? Мы оказались посередке. Мы будем придирать... Нам будут давать чаевые за то, что мы оказались на этой территории. Понятно, о чем я говорю? Они берут свои ледоколы, свои сухогрузы и фигачат через Северный ледовитый океан. На 5 тысяч километров короче оказывается дорога, чем через Суэц. Ты понимаешь, что я сказал сейчас? Да, конечно. Все. Мы воплощаем идею Владимира Сорокина в день опричника. День опричника. Но только по сокращенной модели. Мы даже не строим дорогу. Ничего не надо строить. Вообще ничего не надо делать. Все могут идти в МВД служить. Все до единого. Понимаешь, о чем я говорю? Да. Вот сейчас у нас МВД в 5 раз больше, чем в Америке. Количество полицейских на душу населения. В 5 раз больше, чем в Америке. А при такой постановке вопроса, когда китайцы сами все будут делать. Сами. Мы только можем вымогать за проход. Вымогать деньги за проход и за пролет. Мы можем все пойти в МВД служить. Все. Мы можем довести количество МВД до 50 миллионов человек. Потому что нехрена уже больше тогда делать. Единственной нашей работой будет вымогательство денег. Мы будем вымогать. Они идут такие. Мы такие раз подскочили. Мы можем стать как сомалийские пираты. Но мы благородная цивилизованная нация. Поэтому мы будем навязывать рэкет как-то законодательно. Для этого есть Дума. Дума пропишет какой-то закон. Поехали дальше. Лев Быстров. Московская биржа. Лев, здравствуйте. Добрый вечер. Лев, абсолютно душевная фигня. Сегодня посмотрите в российской газете интервью Бастрыкина. Просто почитайте. Он предлагает уголовное преследование юридических лиц. Потому что сейчас юрлица, когда спор какой-то, они заносят судьям. А так будут следствовать аппарату. Разница огромная. Органам дознания. Органам дознания. Понимаете разницу? Да, прошу вас. Переходим к бирже. Что-то такое тревожно на бирже. Тревожно. Да, вчерашний день показалось, что все-таки тревожатся инвесторы по всему миру. Российский рынок не является исключением. И вчера, в принципе, стоит отметить, что отметку 1500 пунктов по индексу РТС мы вниз пробили. И остались вечером даже на ней. Соответственно, 1489 пунктов еще снижение 0,3%. И сегодня с утра у нас, конечно, ситуация не сильно изменилась. Но уже, в принципе, звучат мысли о неком отскоке вверх. Потому что и нефть отскочила чуть-чуть. И доллар также после вчерашних резких взлетов отошел на свои позиции в целом прошлой неделе. Поэтому какого-то отскока ждать вероятно. Но насколько он будет сильным, сказать, наверное, сложно. Спасибо. 1,2960 доллар высокий, но слабее, чем мы его видели прежде. 1,2960, тем не менее, он выше, чем 1,30. Спасибо большое, Лев. Завтра посмотрим, что будет. Погнали. Единая электронная торговая площадка. Госзакупки. Пока Сережа тренировался в ораторстве, президент Кипра выступил, что парламент не поддержит налог, говорит Сергей. Президент Кипра выступил, что парламент не поддерживает налог. Понятно, да? Да. Не поддерживает налог. И берет деньги у Газпрома. Да, и возьмет деньги у Газпрома, который Газпром будет их теперь мурыжить, как вы знаете, с шельфовой добычей. Это не обязательно. Главное другое. Главное, крах Кипра, как хозяина России. Кипр хозяин российской экономики, как вам хорошо известно. Основной хозяин российской экономики. И Кипр потерпел крах, как хозяин российской экономики. И это большая проблема, даже если экспроприации денег не будет.